Как они громко ездят, да? Да, едем куда-то, проехали Так, все, оп Привет, ребята, привет, заходим, 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 да Еще раз Сейчас продолжим, давай еще несколько секунд подождем Чтобы побольше людей присоединилось Чтобы не прослушали ответ на свой вопрос какой-то Может быть, внутри нет Нет Все Ну, практически, да, все зашли Да Там было 80 человек Ребята, вот я по поводу, хочу сказать, вот этого рекрутирования Тут, по-моему, был вопрос И что вы писали, как люди соглашались, вот что-то такое Вы знаете, нужно работать энергией То есть не просто текстами, да, получится, не получится И пусть он хоть 100% работающий Но нет энергии То есть понимание, зачем вам это нужно И у вас не включается внутренняя лампочка Люди не пойдут Нужно включать внутреннюю лампочку У меня была ситуация без лампочки Где-то, по-моему, в год 18-й И люди не шли Какой бы текст я ни писала Какие бы звания у меня ни были Какая бы там жизнь была ни показана со страниц Как бы вы ни писали Любые тексты, ребят Любыми словами Если у вас включена эта лампочка И вы даже не разбираетесь в технике Вы вообще никогда не общались с людьми У вас получится Если лампочки нет Понимания нет То над этим нужно работать И вот как работать Я про медитацию тоже потом вам скажу Почему у нас перло, да Почему мы так вот Огромное такое количество регистраций у нас было Мы ведь по скайпу общались с людьми Я рассказывал Мы были с долгами выше крыши Да, и не зарабатывали здесь еще ничего Ну что там на 9% мы вышли Заработали там 1800 рублей Заработали первые свои За целый каталог Но потратили, блин, денег больше на себя Вот И почему люди шли Потому что реально Вот как мы пришли в Коле с Робертом Как увидели сияние в их глазах Да, улыбка Их прет от того, что они делают Видимо, люди это осознают И идут за тобой Я потому что помню Что я рассказывал людям Да, какую презентацию проводил Я понимал, что я такую чушь несу Потому что я, во-первых, это стресс Да ничего не изменилось С незнакомым человеком Ну, моя презентация больше твоих набирает по просмотрам Во-первых, это стресс Ты с незнакомым человеком Сейчас выйдешь на скайп Да, он не знает, что это рефлей Ему надо об этом сказать И рассказать бизнес И путаешься И вспоминаешь Такую чушь нес, блин Ёлки-палки И люди регистрировались Люди регистрировались Потому что они чувствовали от тебя энергию Наши секреты успеха Чушь несетесь у вас Если вы У нас таким листом Если вы чувствуете, что вы несете какую-то хинею Продолжайте 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 Не стопоритесь Потому что люди это считают моментально Да Самое главное Не обманывайте людей Главное не обманывайте Говорить правду Может быть неправильно что-то рассказали Там маркетинг план какой-нибудь Да Самое главное не обманывать Потому что люди это моментально считывают Тем более сейчас Видите, да сколько вот этого кидалова вообще в интернете Типа сетевых компаний тоже Типа, да, вот эти однодневки Мы новые, мы лучшие, мы самые богатые Откуда у тебя лени денег-то, блин Столько Чтобы выплачивать такие суммы Лидерам своим Если ты только вылупился Это уже подозрения какие-то И вот люди туда пошли Туда пошли Какой-то сети лайк Какой-нибудь там, блин Я не знаю, еще какую-нибудь фигню засунулись Без денег остались, блин Вложили Они же еще денег просят Не маленькие Там 70-100 тысяч и так далее Типец В биткоинах этих Сколько людей прогорело Ну как у тебя Я не знаю Да что вам там дают Что вы там Всему так верите И идете кредиты берете Еще этим незнакомым людям Отдаете И вот Поэтому сейчас Если ты начнешь врать Что-то там придумывать От себя Люди это прочупают Поверьте мне Даже если ты переписываешься С человеком Вконтакте Там в инстаграм С незнакомым Кроме аватарок Друг у друга не видели Да-да, сохраним Сохранили Он будет чувствовать Фальшь В вашем тексте Это очень легко считывается Через интернет Передается охренеть Какое количество энергии Когда вы общаетесь Не шаблонным диалогом А вот так вот нормально Так вот Продолжим По поводу энергии Давайте уже скажу Про медитацию Давай только про практики Медитации Недолго Хорошо По тому день Вопросов много Я быстро Это очень важная часть На самом деле Хорошо Вот две вещи Про которые Я писала в пост Но скажу еще словами Фрирайтинг Используйте Если потерялись В целях И чувствуете Что что-то не прет Что-то не идет Местные тайские байки Проедут Вот сюда Говори Вот у меня микрофон Хорошо Видишь У меня нет микрофона здесь Нужно разобраться С целями Как разобраться Пишите утром Все что приходит в голову Может быть Какой-то бред Даже получится Ничего страшного Потом выявите Постепенно На лист бумаги Уложится именно та цель Которая вызывает у вас Мурашечное состояние Второй момент Медитация Это слово Меня раньше Очень сильно пугало Мне казалось Что нужно слушать Особую музыку Нужно какие-то мантры петь Сидеть там Раскачиваться Неправда Медитация Это когда Вы Можете отключиться Медитация Это состояние Чистого ума Нейтрального ума Как до этого Можно дойти То есть Вот есть Несколько видов Медитации Вот У меня Несостояние Чистого нейтрального ума То есть Я До этой степени Еще не дошла Как мне приятно Слушать Сергей тебя Слушать Приятно Одно удовольствие Спасибо Ребят Спасибо Ладно Мне тоже приятно Тебя слушать Телефона моего нет Потому что у меня Микрофон подсоединен Поэтому он Четко работает А у Ванютки Шумы Из-за того Что его нет Я говорю Про медитацию Сейчас Доброем Нет Только не говори Быстрее Быстрее Нет Медитирую Наушники И Делайте Настройку Настройка Лучше всего Идет с музыкой Найдите Свою музыку Не рекомендую Слушать попсу Классика Дает Самую лучшую Настройку Лучше всего Идет Как раз Связь С этим Энергоинформационным Полем С полем Потому что у нас Не просто даже Физический предмет У нас везде энергия И мы можем С ней работать Каким образом Своими мыслями Мы можем Действительно Много чего Воплощать в жизнь Как хорошее Так и плохое Вот Закрываю глаза Делаю вдох-выдох Три раза Очень глубокие Дышу животом И слушаю музыку Никола Паганения Классика в обработке То есть Кто не любит Классику Слушать его в обработке Есть очень хорошая Группа Бель Суона Три рояля Вот там Парни играют Молодые У них очень Такая Приятная музыка И она реально Заводит Она реально Дает драйв Моя музыка Очень драйвовая Но это не Бель Суона И вот буквально Три минуты Мне хватает Для того Чтобы пережить Состояние Какая-то Ну Известная Такая Девушка Сейчас Да Писательница Своей книги Написала Состояние Это буквально За три минуты Вот этот Круговорот Прокручивается И Вы знаете От чего У меня Идут мурашки Я правда Вам говорю Все откровенно Мне даже Как-то немного Неудобно Но придется Чтобы вы Меня понимали Что я Вот такая Как бы Фея И я людям Дарю свет Что я Им помогаю И вот Под этой музыку У меня Прямо Даже Слезы Идут И вот У меня Идет Мощная Настройка На день Все Получается Если я Не делаю Эту медитацию У меня Почему-то День Другой Другой По энергетике Так вот До этой медитации Я просто Смотрела Видео Про Майами Когда мы бриллианты Делали И потом Я перестала Что-либо смотреть У меня Не было Никаких Медитаций У меня Не было Никаких Мотиваций Просто Вот Ну Какая-то Была Такая Вот жизнь Без Без стремления Еще куда-то Вот сделали Бриллианты Да И все И сели На попу Ровно Хотя Хотели Сделать Президентов И жизнь Нам начала Подсовывать Много Разных Уроков Потому что Ну Как нам Сказали Вот эта Вот Вся ситуация Ребят Подождите Для того Чтобы стать Президентами Вам нужно Еще получить Кое-какие Навыки Рано еще И вот Прям пошли Уроки Поэтому нужно Очень осторожно Относиться К своим Мечтам Если у вас Очень глобальная Мечта Вы прям Будете Учиться Я не говорю Что будет Что-то плохое Но придется Учиться Так вот Сейчас У нас Просто Много Всего Чему мы Учимся Я не буду Обо всем Рассказывать Но прям Учимся Это интересно Так вот Ну ладно Медитация Она очень Сильно Помогает Найдите Свою музыку Я говорю еще раз Лучше классическую Представьте Свой идеальный День Себя Идеального Лучшую версию Себя Да За три В два Раза Понимаете В два Раза Если бы Например Это был Успешный Бизнес Какой-то Ты За этот Месяц Заработал Миллион А на Следующий Месяц Заработал Два Миллиона Молитва Это очень Круто Охереть Не перебивай Меня Ладно Ладно Прости А то я тебе Сейчас Спать Отправлю Вот Все Я уверен Что бизнес Работает Что доходы Растут На следующий Каталог Уже Там Шесть По-моему Тысяч Потом Двенадцать И так Далее Я вижу Что каждый Каталог Мой Доход Увеличивается Я Нескал Сейчас Рассказывала Она Минифицировала Там Она Каждый День Ходила Кала Желание Смотрела Да Это Не Была Моя Мечта Это Была Мечта Анютки Моя Мечта Вылезти Из Этой Жопы Куда Мы Себя Загнали Да Ну Цель У нас Была Одна Открыть Бриллианта К пятому Каталогу 2016 Года Для Меня Цель Была Бриллиант А Бриллиант Это Человек Который Зарабатывает Уже Хорошо Я Понимал Что Я Получу Премии Я Выйду На Хороший Доход Свыше Двухсот Я Получу Свой Автомобиль Вот Это Меня Мотивировало Очень Сильно Анютка Мотивировала Группа Какая-то На Роялях Сейчас По поводу Группы Спрашивают Посмотрите Мой Новый Пост И там Есть Активная Ссылка На эту Группу Бельс Лона Перейдете И Увидите Этих Ребят У каждого Цель Своя Мотивация Своя Мы Сегодня Опять На Интенсиве Рассказывали Ребятам Мне Презентацию Не рассказывали Бизнес Абсолютно Никакой Презентации Меня Зацепили Два Чувака В шапочках С этими Чуваками Мы познакомились Ровно Через год На банкете Директоров Нас Еще Попросили Выступить На ВДНК Там 5000 Человек Было На сцену Выйти И мы Заходим В гримерку А там Сидят Все Звезды На Рефлеем Родионовы Там Гипнидеры Долженки Ёлки Палки И вот Они подходят И говорят Серег Что-то Мы Слышали Что Наш Ролик У вас Очень Хорошо Работает Я говорю Все Парни Мужчины Которые Приходят В этот Бизнес Я Рекрутировал На Ваш Ролик Вот Честно Всех Цепляет А мы Хотели Перезаснять Что-то Профессионально Сделать Там Студия Профессионалы Снимают Салон Туда Сюда Я говорю Не надо Ребят Вот Ваша Искренность Меня Зацепила Такой Степени Что Мне Даже Презентации Не надо Было Никакой Рассказ Я Уже Был Готов Понимаете Вот В нашей Жизни Мы Сейчас Просто Говорим Про То Что Тебя В Жить Мотивирует Да Нас Спрашивают Про Звание Мы В Открытом Звании Старший Бриллиантовый Директор И Вообще У нас На самом деле Директорский Групп 13 Если бы Какие-то Группы Были Сейчас Втрою То Мы Были Бо Жесть Да Это Бизнес Надо Понимать Человек Открыл Звание Может Быть Много Методов Было Построение Структур Начинали Мы По Классике Ну Как По Классике Я Классику Называю Это Три По Три По Ошибочно Взял Девочку Зарегистрировал В третью Ветку Себе Ну Мне Потому что Я был Зарегистрирован Потом Анютка В первой Ветке Потом Еще Девочка Еще Девочка Вот 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 Так Мы Начинали А потом Были Времена Когда Мы Открыли Бриллианты Шестая Структура У нас Выросла По Диагонали Вот Только Только По Вертикали Только Перешли Все Практически На На вертикалку И за Три Недели Выстрелил Результат Он Класс Дали До Хрена Директоров У тебя Каждый Каталог Появляется Устаешь Поздравлять Но Осознанных Директоров Ведь Очень Мало Человека Просто Вся Его Глубина Вся Структура Вытащила Наверх А он Бриллиант Даже Не Сделал Блин Еще Ни Разу Вот Так Вот И Поэтому Вот Такие Директора Многие Уходят Они Неосознанно Сюда Пришли Неосознанно Ушли Вот И Если Бывод Действительно Все 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 Которые Устан Директора Были Есть Там И Ветки Директорские У нас Дофига Веток Вот Смотри Нас Спрашивают Как Мы Устраиваем Ребят Сейчас По Классике Опять Устраиваем Подожди Можно Это Говорю Вы Знаете Если Нет Регистрации Не Приходят Люди Хоть Звездочка Устраивай Вообще Метод Называют Шнуровка Партнеры Бизнес Партнеры В первую Ветку В вторую Ветку В первую Ветку В вторую Ветку Главное Чтобы От тебя Были Последователи А Именно Потребители Мы Рекомендуем Регистрировать В первую Линию Чтобы Человек Лидер Работал Со своими Потребителями Активно И получал Свой Доход Потому Что Выгодно Когда Потребители У тебя В первой Линии И Все равно В процентном Соотношении По сумме Это Намного Больше Но я Хочу сказать Что Здесь Присутствуют Скорее Сво Лидеры Команд И у Них Есть Свои Системы Выстраивания Я Ни В коем Мере Не Хочу Кого Подвинуть Потому Что Все Системы Они Эффективны Если С ними Работать Поэтому Тут Нет Почти 5 лет 4 года И 9 месяцев Грубо говоря В этом бизнесе И мы Постоянно Модернизируем Систему Диагональ Вертикаль Горизонталь Потребителей Либо в глубину Либо в ширину Либо в первую линию Мы всегда Ищем тот вариант Который будет Во-первых Прибыльным Прибыльным Потому Что Можно иметь 100 человек Ну Тысячу человек И Зарабатывать 200 тысяч А можно иметь Тысячу партнеров Да И потребителю Зарабатывать 500 тысяч Понимаете Все зависит от того Кто у тебя Где Расположен И вот Последнее время Мы пришли к такому Решению Что всех потребителей Просто Внимание уделять Можно раз там В каталог Сделать рассылочку По каким-то акциям Чтобы он знал Потому что он же не знает Уже не заходит на сайт Не смотрит постоянно Все Пожалуйста И заниматься Именно теми Кто приходит Зарабатывать Большие деньги Бизнес Партнерами Да Ольга Конечно Мы выясняем На берегу Да и в принципе Видно сразу Человека Если вот он Говорит Я еще подумаю Может быть Я и включусь Бизнес Я его могу И в глубину Зарегистрировать Если он говорит Я потребитель Ну например Девушка В таком Серьезно продвинутом В возрасте Там например Не знаю Бабушка Бабушка Да Ну Она говорит Я просто Велности Покупать Я нету Но даже если Она захочет Бизнесом заниматься Да ради бога Кто ей мешает Выстроить организацию Из чата в чат Просто переведем Вернее Из не чата в чат Деловой переведем И все Будем работать Как бизнес-партнеры Первая линия Это когда ты Лично Под себя Регистрируешь Не под кого-то Там в глубине А именно Раньше Так Арифлейм В принципе Начинался Но Сильный Серьезный Бизнес Это именно Глубина И ширина Должны Сочетаться Друг с другом В балансе Чтобы получать Бонусы Которых у нас 6 За глубину Чтобы получать Все премии Которых у нас Пипец Я прям Знаете С мая Хожу Я прям Такой Заряженный Мне так Приятно Вот эти цифры Называть И я всем Еще говорю Вот мы Когда открыли Бриллиантовый Закрыли Бриллиантовый Директоров Получили 17 Половин Тысяч Долларов Премий Это Миллион 180 Ну Плюс У нас Там Еще были Патурборосты Миллион Триста Да Патурборосты А сейчас Новый Бриллиантовый Директор Получает Миллион Девятьсот Есть Разница Да Премии Увеличили Круто Мы 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 Автомобиль Получали Нам Компания Оплачивала Миллион Девятьсот Сейчас Компания 2400 На уровне Бриллианта Это уже Круче Тачку Можно выбрать Поэтому Вот прям Я Охреневаю Акций Не было Таких Никаких Тачки Не разыгрывались Да Как в том Году В позатом Году 12 Ауди Разыграли В этом Году Сколько Восемь Киа Разыграли Восемь Киа Разыграли Пипец Еще Если Мы еще Попали На такие Акции Мы Реально Тут Блин Президентом В то Время Сделали Ну Может Еще Может Не доросли Ребят Мы Сейчас В принципе Свою историю Рассказали Мы Сказали О возможности Которые Здесь Получили О том Что Да Действительно Очень Много Чего Поменяли В своей Жизни О том Что У нас Вело К результату Это Причина И Потом Уже Мечта На Какие Такие Технические Вопросы Да Мы Готовы Ответить Давай Отвечу На Вопросы Конкретно Потому что Ты не Отвечаешь На Нет Сейчас Отвечу Просто Я еще Хочу Сказать Одну Вещь Прямо Пожелать Каждому Это Испытать Вот Этот Вот Когда Мы Прилетели В Майами Вот Эта Мечта Дата Моя Сбылась Да Я Помню Утро Ну Прилетели Вечером Утро 28 Утро Да 28 Мой Этаж Я Выглядываю С одной Стороны Атлантический Океан С другой Стороны Там По-моему Виллы Звезд Ну Все Это Очень Красиво У нас Немер Просто Круто Да У нас Угловой Такой Огромный Номер И тут Вот Все Вот Виллы За Каналом Звезд А Здесь Вот Атлантика Притык Отелю И я Слышу Кто-то Ревет Оборачиваюсь Сидит На кровати Ревет Я говорю Ты что Ревешь Эмоции Понимаете Так Все Вышло Вот Это Вот Это Ну Все Так Было Какое Напряжение Пока Мы Делали Результат И Оно Все Вышло И Я Тогда Поняла Что Любую Мечту Можно Реализовать Вот Любую Я Каждому Из вас Пожелать Испытать Вот Это Ощущение Кайфа Когда Ты Достигаешь От Достижения И Всегда Достигать Но И при Этом Действовать Во благо Всего В мира Чтобы Другие Получили Тоже От этого Пользу Ребят Скажу Честно Я сейчас Понимаю Мы Когда Сделали Этот Результат Мы Сделали Благо Не только Себе На самом деле Коллеги Я думаю Меня поймут Просто Мы Показали Наверное Какой-то Пример Что Это Возможно Что Возможно И Другие Ребята Водушевились Если У них Получилось У нас Однозначно Получится И Вот Сейчас Я понимаю Что Цель Если Раньше Мне Было Было Быть Стыдно Поставить Цель Президент Мне Не Стыдно Я Понимаю Что Таким Образом Я Сделаю Многим Людям Во благо То Никогда Не Стыдитесь Своих Мечт Но Мечта Должна Быть Очень Экологичной Во благо Всех Живых Существ Мечта Должна Вообще Ваш Штыривать Почему Некоторые Вот Сидят И сидят На одном Месте Он Вроде Работает Он Вроде Рекрутирует И Регистрация У него Есть Ну Как Сидел На одном Уровне Так И сидит Все На Одном Уровне На Маленьком На Менеджерском Бывать В Америке У меня Мечта Была Сесть После Автомобиля Nexia В Вольво Который Дарит Компания Рифлей Вот Я Прям Реально Я Не Спал Бывало Лежу Не могу Заснуть Я Уже Продумываю Какая Комплектация Автомобиля Будет Что Я В нее Буду Вставлять Это Еще Директорский Уровень Был Но Когда Мы Загорелись Бриллятом Все В принципе Директорские Группы Открываются По Полсрока Прошло Две Группы Приросло Еще Пол Там Четыре Месяца Остается В принципе Реально Мы Вот Когда Вот Это Начали Уже Осознавать И Когда Вот Эта Цель Наша Мечта Она Уже Приближаться Уже Можно Было До нее Дотягиваться Осязать Верни Да Вот Как Огонь Ты Его Не Трогаешь А Вот К Так Штыривало А Некоторые Загадали Хочу Дом Хочу Квартиру Какая Квартира Какой Дом Какая Планировка Какая Там Мебель Какой Там Унитаз Будет Стоять Вот Этого У них В голове Не прописано Вот Какой То Просто Серый Дом Дом Обычный Дом Как Он Будет Выглядеть В каком Районе Будет Стоять Сколько Денег Надо На него Вот Это Должно Быть Четко Прописано И Вот Вы Должны Примерить Эту Мечту На Себя Ну Вот Санитка Ехали Со встреч На Этой Мекси Она У меня Троит Кондиционера Нет Салон Задроченный Грязный Такой Такси Все Таки Да Представь Что Мы Едем На Вольво Я Еду Представляю Конечно Тяжело Тяжело Это Все Представлялось Но Старались Представить Вот Этим Надо Жить Вот Это Вот Прям Каждый День Об Этому Думать Каждый День Об Этому Думать Вот Каждая Мечта Каждая Цель Она Имеет Свою Цену Ребят И Эта Цена Измеряется В Рублях В Долларах В Евро Что Вы У Мне Там Не Говорили Да Благотворительность Там Дарить Людям Добро Это Все На Все Это Дело Нужно Бабло Поэтому Ребят Вот Пропишите Прям От Чего Мурашки Будут По Коже Ити Вот Прям Пропишите Стоимость Эту Вот Полисти Вы Эту Цифру Перед Глазами Так Чтоб Каждое Утро Просыпаться Вот Анютка В Майами Хотела Она Каждое Утро Смотрела На Коллаж Желаний Я Естественно Спускаюсь Завтрак Завтрак Там Кофе Пить Я Прохожу Мимо Коллаж Желаний Я Практик У меня Впереди Все У меня Перед Глазами Это Все Было Кстати Хочу Сказать Что Есть Еще Практика Прописывания Целей Ежедневно Я Практически Ежедневно Это Делаю Пишу 10 Целей И 80% Веста У меня Сбылось Я Начала Эту Практику Применять С Августа Прошлого Года И Все Сбылось И вот эта Картинка Что мы На острове Что мы Квалифицировались В Лос-Анджелес Все Вот это Все Сбылось Понимаете Хотя Многие вещи Даже Наш колхоз Неправильно Вот сейчас Размечает Зоны Поля Красным Цветом Что-то Писать Закрашивать Мы наклеили Коллажи Лайни Наши картинки От балды Некоторые острова Картинки Пальмы Пейзажи Мы Когда Побывали На Круизном Лайнере Нас Привезли На Остров Миконос Греция Турция Греция Рим Потом Дублине Побывали В Ирландии Еще Где-то Побывали В Майами Фотографии Вот эти Картинок Которые Мы Просто Из журнала Вырезали Даже Не понимая Что это За страна Один В один Вы понимаете Один В один Мы Прям Охренели Как Оно Работает Давайте Вот По очереди Попреку Настя Мне Написала Вопрос Что Не хотят Покупать Теплый Рынок А зачем Покупать Вы Предлагаете Продукт Или Вы Все-таки Говорите О возможностях О том Какую Проблему Здесь Человек Может Решить Если Вы Предлагаете Продукт То В принципе Никакой Речи О построении Бизнеса С теплым Кругом И Быть Не Может То Классно Что Продукт Предлагаете Если Вы Хотите Делать Личный Товарооборот Благодаря Заказам Знакомых Но Если Все-таки Решили Строить Бизнес То Лучше Начинать С глобального То есть Говорить О Возможностях Приглашать На Решение То есть Человек Какая у него Проблема Какую проблему Может решить С помощью Наших Бизнеса Вопрос Другой Ведь Аню Нет Почему Знакомые Не хотят Покупать Покупать Ну Я же Говорю Что Причем Бизнес Покупать Нет Я просто Говорю О чем Что Человек Прилагает Покупать Продукт Или Все-таки Приглашают На Бизнес И Люди Оказываются Покупать Знаете Вот Мне Нравится Один Топ Лидер Я не Буду Фамилию Называть Рекламировать Вот Который Говорит Ребят Смотрите У вас Задача Сделать Личный Товарооборот Свой Несчастный Да Вот 6 тысяч Рублей Каталог Вы Приходите Потому что Ему Вопрос Такие же Задавали А почему Так Быть С Друзьями Которые Не Помогают Да Я Прихожу К нему С Каталогом Они Ну Эдуард Васильев К Нему На Тренинг Вот Как Быть Друзьями Которые Даже У меня Мыло Не Купят И Шампунь Эдуард Такой Знаете Прям Нахмурился Горит И Вы Горит Их Называете Своими Друзьями Вот Это Ваши Друзья Вот Сейчас Самое Главное Друзья Вот Постарайтесь Меня Понять Чтобы Не Было Такого Вот Ну Если Не Хочет Бизнес То Это Что Сразу Не Друг Что Ли Друг Друг У Него Прекрасная Работа Да Он Кайфует От Своей Работы У Него Свой Какое Дело Вы Его Приглашаете В Арифлейм Он Вам Отказал Понятно Что Он Другом Останется Но Когда Вы Приходите Со Словами Друзьям Ребят Я Сейчас Развиваюсь Я Начинаю Работать Не Слож Например Все В кредитах Я Прекрасно Людей Понимаю Мне Тяжело Семейного Бюджета Выделить Вот Эти 6 Тысяч Чтобы Начать Приучить Себя Именно К Серьезности Это Позволь Вы Мои Друзья Вы Не Идете Со Мной Бизнес Ну Блин Ну Не Покупай Ты В Оптим Эту Пасту Зубную Не Покупай Ты В Этому Вы Фрашей Или Где Ты Что Покупаешь Ну Блин Купи У Меня Тебе Жи Разницы Никакой Нет Друг Ты Жене Друг Что Тебе Там 100 Рублей Оставлять Что Тебе Здесь 100 Рублей Оставлять Эти Домой Даже Принесу И Вот Когда После Таких Слов Ваши Друзья Говорят Нет Братан Не Нужен Мне Твой Ари Флей Это Точно Не Друг Вот 100% Не Друг Это Так Пшик Понимаете И Когда Вам Будет Хреново В Жизни Да И Вы Обратитесь Еще С Хочет Из-за Принципа Какого То Тупого Делать Это У Вас Он Идет В Магазин Магнит Косметикс Это Не Друг Вы Не Просите Денег Взаймы Вы Не Просите Его Поменять Пасту Которую Он Там Покупал За 100 Рублей На Пасту Которая Стоит 200 Рублей Нет Он Ничего Не Теряет Но Если Он Из-за Принцип У Друзья Помогали Наши Родные Помогали Наши Родители Помогали Все Точка Спасибо Друзья Вам Точка По поводу У меня Следующий Вопрос Был Технические Моменты Ребят Мы Не Пользовались Никакими Платными Ресурсами Запускали Пару Таргетинг Сейчас Будем Запускать Таргетинг Это Нормальная Тема В плане Роботов Каких ВК Роботы Инста Роботы Еще Какие Роботы Нет Нет Еще Раз Нет Меня ВКонтакте Когда мы Начинали Работать Блокировали 500 Миллиардов Раз Вот Поэтому Я Не стал Больше Работать ВКонтакте Я Ушел На доски Объявлений На сайты Знакомств И так Далее Вот Уже Пятый Год Я Все Там На досках Не работаю Сейчас Только Сайты Знакомств Инстаграм Инстаграм Все Выберите Метод Удобный Кайфовый На сайтах Знакомств Как там Можно Репутив Можно Друзья Приходят Хорошие Нормальные Люди На сайтах Знакомств Сидят Люди Собеседника Ищут У кого-то Такая Скучная Жизнь Да Или Так Задолбалась Семья Что Всех Уложил Спать Хочется С кем То Поболтать Все Давайте Техническими Ресурсами Мы Никакими Не Пользуемся Вот Только Таргетинг Автоматически Не Работаем Это Бесполезно Да Мы Будем Запускать Это Будет Просто Гивы Обгромных Время Таргетированную Рекламу Но Видите Я Все Таки Я Понимаю Что Видимо Я Консерватор Мне Надо Видеть Человека То Есть Вот Что Мне Ватсап Написала Я Не Вижу Кто Это Такой А Как Мне Проще Вконтакт Очень Много Мне Пишут Вконтакт То Реагирует На Личный Бренд Помогают Какие-то Конкурсы Недавно У меня Был Конкурс Слушью Вообще Я Просила Там Делать Перепосты И Знаете Столько Людей Добавилось И Стали Спрашивать Про Бизнес Сказать Что Ты Даришь Это Очень Очень Хорошо Работает По Поводу Конверсии Хочу Сказать Где-то 90 И 100 То Люди Приходят Кто-то На Потребление Кто-то На Бизнес И Они Врубаются Сразу Что Нужно Сделать Активационный Заказ Хотя бы Понять Что за Продукт Познакомиться С продуктом И У нас Система Прописана В первых Четырех Шагах Телеграм То Мы Кружочки Записали Какие-то Короткие Видео Туда Закинули Тексты И Сразу Человеку Даем Понять Систему Бизнеса Что Здесь Нужно Делать Создать Команду Пригласить Своих Ключевых Лидеров Научиться Делать Личный Двороборот Просто Поменять Магазин И Постоянно Обучаться И Как-то Проблем С ЛТО Вообще Нет Я не Помню Чтобы Я кого-то Заставляла Что-то Какие-то Баллы Делать Человек Пришел Я Осторожно Ласково Нежно Говорю Вот Есть Такие Акции Хотите Пользуйтесь Хотите Нет Если Не Пользуются Ради Бога Пусть Учится Ну Как Правило Знаете Они По волшебству Делают Не зацикливайтесь Просто На этом Ребят Не зацикливайтесь Всегда Будет Приходить Люди Неосознанно Всегда Будет Приходить Люди Осознанно Понимаете И вот Первые шаги Когда ты Даешь Новичку Просмотреть Если он Просмотрел Если он Все Понял Это Уже Говорит О том Что Он Серьезно Относится К этому Бизнесу По крайней мере Начал Относиться С первых Шагов Серьезно А если Ты ему Даешь Эти Первые Шаги Которые Можем Просмотреть Максимум За два Дня Он Через Неделю Я Еще Только Одно Видео Когда работали С доской Объявлений Что Сначала Говорили Ребят У меня есть Вконтакте В моих Видеозаписях Видео Я буквально Год назад Наверное Записывал Как я работал На досках Объявлений Прямо С экрана Телефона Показываю Как это Вот работаю Запись С экрана Телефона Посмотрите Никакого Я не говорил Естественно Я говорил Добрый день По вашему запросу Есть вакансия Руководителя Либо менеджера Я смотрю Человек Какую должность Ищет И работу Ищет Если он ищет Работу Кассира То естественно Менеджера Если он ищет Какую-то Роговодящую Должность Директора Все Более подробно Человек Откликается Пишет Расскажите Пожалуйста Детали Я говорю Более подробную Информацию Вам Зарядку Мне дай Пожалуйста Сейчас На отвечу На вопрос Более подробную Информацию Я вообще-то Отвечаю После просмотра Видео Ты вот Дольше Мне говоришь Короче Ничего не говорил Видео смотрят Сейчас я вообще Рекрутирую Так Если мне человек Очень понравился Вот Есть такие Вот Вы сами замечали Да За язык Тянуть не надо Не монолог Выходит А диалог Конкретный диалог Это бывает Такое Знаете Вот Даже диалог В одни ворота То есть Ты задаешь 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 Вопрос А он Отвечает Да Нет О Нет Вот С такими Очень тяжело Поэтому Лучше Видос Скивать Какой вопрос Так Был вопрос Как лучше Работают Свои тексты Или шаблоны Работает энергия Ребят Еще раз говорю Включать лампочку Чтобы включить лампочку Занимайтесь фрирайтингом Медитацией И все будет отлично Потому что И шаблоны работают И свои слова работают Ну понятно Что свои слова лучше Но вы же не напишетесь Каждому по разному Тексту Если вы например Приглашаете Незнакомых людей В социальных сетях И вообще Я рекомендую вам Пользоваться Вот все таки Вот этими методами Передовыми Таргетинг Гивы И так далее Это действительно Очень классный метод Но для этого Нужно развивать Личный бренд В социальных сетях Даже если У вас не будет гивов У вас не будет Таргетинга Но вы будете Активно развивать Личный бренд Вконтакте В одноклассниках В инстаграме И в других Социальных сетях Поверьте мне Люди на вас Будут очень хорошо Реагировать Прежде всего Это те люди Которые на вас Подписаны Как я начинала Развивать Личный бренд Две-три фразы Написала Что там От компании Идет поездка В Турцию Свою старую Турецкую фотографию Прикрепила И все А лучше всего Просто отмотайте На фотосессию Сходила Еще что-то там Написала У меня такой был Безобразный Личный бренд Просто отмотайте На 15-й год На лето 15-го года И вы увидите Какая там хрень была Вообще Особенно у меня Вконтакте Работала Все работало Все фотографии Из одноклассников Своих достал Какие там Запарков Каких-то там Пятилетний Людям интересна Динамика То есть Вот как вы Показываете Что вот сначала Это Потом второе Третье Там сходили на мероприятие Фотографию выставили Только вы знаете Фотки Вот так вот Когда все стоят Постоянно Они не работают Я вам сразу говорю Это реально Я вот так вот стою сейчас Вот так хотя бы стою И такое тоже Работает Что тут Со вкусом Такой Ваша Настоящая Искренность Какая-то Вот она реально Сшибает с ног Вот Вы сами Вот Когда смотрите Информацию Ну На лидеров Там Глядите Не знаю На каких-то На шахаева Смотрите Да Я же Ни френа Ведь не умею Что вас цепляет Цепляет Настоящий Смотрите же Меня Вот когда человек От души Что-то пишет Да пусть даже Он немножечко Коряво пишет Каким-то просто Народным языком От души Вот это интересно Читать Искренность Сейчас Ребят в тренде Настоящесть Даже не цепляют Поверьте мне Картинки Успешной жизни Успешной жизни Ребят Не слышно Вот сейчас вопрос Такой Не слышно Меня Не думаю Слышно Наверное Открыто Нет Мы Вот смотрите Это тоже Такой вопрос Достаточно Щепетильный Мы Изначально Не работали В открытую Мы Не писали Про компанию Потому что Сейчас Тоже так Особо Не работает Зачем Человеку Сразу Барьер В голову У меня На аккаунте Понятно Что Я С Арифлейм Сотрудничаю Нет Вообще Не понятно Чем я занимаюсь На эту тему Постов много Я написала У меня даже Есть классный Пост Я вижу Что у меня Было очень много Сохранений Почему я в Арифлейм Можете его прочитать Он вам тоже понравится Мне самой Он даже понравился И Вот если Например Человек спрашивает Почему Что Ну Почему Зацепила Эта компания Я На Ссылку На пост Почитай И Ну я Прямо Души писала Этот пост И он Очень классно У меня Выстрелил Так приятно Было Выписать Почему я в Арифлейм У меня везде Уже таксисты Мы даже Когда гоняли На лайнере Мы останавливались В Афинах В Афинах И В Акрополь Короче Не успели Дождик пошел Какой-то И поздно У нас Выпустили Что-то С этого С бизнес дня Ну Мы возле него Были в кафешке Я такой Стою Курю Возле кафехи С этим Ишбаевым Да Таксисты Типа Таксисты Я говорю Что теперь Это пожизненный У меня Клеймо на лбу Что-ли Такси Написано И вот На форумах Встречаемся С ребятами Сергей Я вот таксист Прошлом Или вот Ваша история Таксиста Меня везде Блин Представляю Тоже Как бывшего таксиста Прямо Прицепилось Это все Блин Да Кого-то таксистов Нет кроме меня Никаких Я в такси работал год Ты самый Видимо Харизматичный Что-ли Таксист Ну вот Я может быть Да Вот Сравните Наши аккаунты В инстаграм Мой аккаунт Ты Анюткин У нее там Философия У нее там Смысл жизни Медитация Там туда-сюда У меня Разгильдяйство Полное Всякая фигня Но я Ну вот Видите Да Люди Подписываются Люди Смотрят Блин Лайкают Приятности Говорят Вот в Таиланд Приехали Я хожу Как обезьяна Все снимаю Вроде топ-лидер Да И вот Посмотреть топ-лидеров Тебя в принципе Не ведут На камеру А я как обезьяна Мне все интересно Я везде Акаю Вакую И вот Столько комментариев Вообще В директ Приятно Приятно Вот Надо радоваться Этой жизни Вот Люди Идут на людей Да Люди Идут на людей Вот Некоторых Я раздражаю И не отписываются Например А На нютку Подписываю Потому что Они чувствуют Что они с ней На одной волне И когда человек Вот почувствовал Что это вот Мой Ему плевать Где ты работаешь Чем ты занимаешься Ему просто нравится За тобой наблюдать Да Читать твои посты А если вдруг Еще и совпадет То что И у тебя В душе накипело У него В душе накипело Да Хочется что-то Такое свободное Дома Хочется Семья Хочется Путешествия Хочется Ему уже Пофиг Арифлейм Это или не Арифлейм Если Мой любимый Там человек На кого я подписан Читаю С удовольствием Занимаюсь Арифлейм Блин И благодаря Арифлейм Он путешествует И вот Блин Жизнь Показывает Да Вот такой Почему бы Нет Люди На это идут Вот я тоже На сайтах Знакомцы Рекрутирую Вы Сергей Мужчина Арифлейм А что Говорю Такого-то Где большие деньги Там всегда Говорю Были мужики Я сам Уже считай Бриллиантовый Открытый Директор Был Мы приехали На банкет Директоров Первый раз В Москве Помнишь Данит Когда я увидел То количество Мужчин В нашем Бизнесе У меня там Какой-то Костюмчик был Дешманский Я купился Первый раз В жизни Костюм купил Со свадьбы Не покупал У него не было Да На свадьбе У меня был Костюм Который Больше У меня был Размером И вот Тут я взял Прям по фигуре Такой обычный Недорогой костюм И там Мужики Ари Флейм Ёлки-палки Да Топовые лидеры Костюмы От Бриони От Армания Там Видно Что очень Дорого Выглядят Блин Не в золоте Как эти клоуны Да А вот Прям Такие стильные Красивые Дорогие Я увидел Количество мужчин Я же все равно Как бы думал Что большинство Ну у нас И так понятно Что большинство Женщин Ну Блин Из топовых лидеров Вообще Я прям прозрел Еще больше влюбился В этот бизнес Еще больше Ой так приятно Вообще спасибо Я читаю У меня Это вот здесь Вот феечка поет Крылышкой машет Так нехорошо Смотрели фильм Малефисента Я вообще Вот Малефисента 2 Мне понравилось Вот где вот Ну такой С мультяшными этими И вот я после Вот этого фильма Представляю Вот моя душа Она в форме Вот этой феечки Которые летали Они такие Болтали Болтали Что-то Между собой И вот Когда она у меня Начинает мне там Ну петь Все хорошо Я кайфую Или вот Когда что-то Плохое происходит Она сидит Грустит Лучше Извините У меня все нормально Я нормальная Феечка ты моя Условно Да Как Альбина Был бизнес форум Мужской В Чебоксарах На тысячу человек Мы ехали на тачке В Чебоксары И надо было Бронировать гостиницы Едем на букинге Короче Высматриваем гостишки Там Кто-то квартиру снимает Кто-то гостиницу Нашли там подходящие варианты Один звонит Второй звонит Третий звонит Четвертый звонит Нет мест По ту сторону Телефона Человек Не знает Кто ему звонит Говорит Вы из Арифлейм Откуда узнал Все квартиры Говорит Чебоксарок Раскупили Вы представляете Новичка Пришедшего На этот форум Тысяча мужиков Такие классные Солидные Стильные В костюмах Вау На одной волне Следующий год У нас было В Москве На тысячу человек Там блин Отель Корстон Дорогой отель Как бы такой хороший Там иностранцев Дофига На нас просто Ходили Все просто Оборачивались Потыкались Такое огромное Количество мужиков 900 человек Нас было Эдуарду Спасибо огромное Ириник вообще-то Запустил Такую тему классную В этом году Мужской Семейный бизнес форум В Сочи будет 29 февраля И 1 марта Там тоже Огромное количество Людей Там 100 человек Я не знаю Половина Таксистов И джиперов Которые 177 человек Едет на джипах Все джипы Собирались Со всего Черноморского Побережья Нет такого количества Не рассчитывали Я больше уверен Что дофига Мужиков Подключится К этому бизнесу Показывать надо Серьезность бизнеса Не каталогами Друзей закидывать Блин Не ходить С несчастным лицом Что у тебя Ни хрена Не получается Купи у меня Пожалуйста Хоть пасту Блин Ты же мне Друг Купи мне Пожалуйста Хоть пасту Наталья Пишет Сергеев Часто Называйте Анну Бонитой Откуда А это Клип Клип Есть Мадонна Идет Такая По Улицам Испанским И поет Бонитой И мы Где-то Отдыхали Это Орифлейм Было Анютки Какое-то Красное Платье Было Помни Что-то Такое И она Цветочек С тобой Бабахнула Сюда Ну Бонита Бонита И музыка Какая-то Такая Играла Вот С того Момент Все Бонита Бонита А Ребята Еще Хотели Сказать Сережа Говорил Про Балдею От вас С Аленкой Да Тут Наверное Т9 Расскажите Мне про Аленку Где Спалился Да Короче Что Хотела Сказать Мы Еще Записываем Ролики Они Конечно Может Быть Не Всем Понравится Есть Хэштег Такой В инстаграм Масштаб Вайн Вот Вы Можете По нему Перейти И Посмотреть Эти Ролики Мы В Болгарии С командой Записали Помню Один Где Серега Красил Сашку Ханжина Недавно Записали Как Иностранцы Вот так Вокруг Стояли Этих Зарослей И нас Снимали Как Мы Там Ржали Это Было Жесть Я думала Нам Скоро Вызовут Потому Что Полицию Вызовут Блин Как Сектант Оделище Крыму Мы Снимали Ролик Ребята Мы Не Секта И Тоже В белых Повязках Машина Едет Нечем Бу-бу В яму Люди Просто Засматриваются Едут Не на дорогу Смотрят А на нас Смотрят Что за чудики В лесу Там С ума Спорят Ты помнишь Он такой Медленно У нас Видел Гад А он Такой Раста Женщина Едет За рулем Здесь Ребенка Окошко Открыла И такая Сморит У нас Так А вы Представьте В лесу В белых Простынях Круги Такие Наяривают Сектанты Мы Такие Айда Поешься Идем К нам Бу-бу В яму Как Сумасходим Короче Недавно Еще Ролик Записали Как раз Про То Какие Ошибки Делают Новички Сергей Играл Консультанта И бегал За всеми Вот Тоже посмотреть Как делать Не надо Как делать Не надо Уважайте Себя В первую Очередь Друзья Нужно Себя Любить Ценить И уважать Вы Пришли В многомиллионный Бизнес Понимаете И вы Людям Предлагаете Просто Вариант Какой-то Да Может быть Выхода Из какой-то Там Кризисной Ситуации Вот Я Сейчас Рекрутирую Вообще На исполнение Меч Сразу Спрашивают Вы Волшебник Что Сергей Я говорю Нет Я говорю Ну Почти Я Муж Фея Муж Фея Я Просто Горю Знаю Как Реализовать Любую Практически Мечту Все Если Вам Интересно Давайте Скину Свою Презентацию Вот Это У меня Весь Диалог Да Есть Отказы Кто-то Молчит Кто-то Там Уже Полгода Смотрит Но Я Периодически Спрашиваю Если Я Не Удалил Диалог Кто-то Регистрируется Ребят Ищите Свою Фишку Какой У меня Вот этот Шаблон Шаблон Это Уж Так Надоело Я Говорю Энергия Можно Шаблон Лампочка Включена И Люди Придут Вот Даже Если Этот Шаблон С Энергией Был Копировать Ставить Люди К вам Придут Ребят Честно Скажу Безумно Приятно Я Не Ожидала Что Будет Столько От Вас Тем более Время Еще Такое Ранее У вас У нас Уже Без Десяти Двенадцать Мне Прям С тобой Хочется Каким Дальше Эфир Выходить Ну Если Ты С тобой Хорошо Вести Будешь Со мной В эфир Закончить Все Договорились И Вам Большое Спасибо За Поддержку Потому что Мы Первый Раз Так Рассказываем Историю Учили Здесь Нас Очень Вдохновила Эта Эту Историю В какой-то Другой Реальности Нахожусь Неужели Можно Получать Наслаждение Каждую Минуту Ну Да Понятно Что Дома Мне Тоже Хорошо Но Здесь Каждую Минуту Ты Сейчас Ты Хочешь Как Этот Тот Сектант Откуда Брать Энергию Вот Вопрос Ребят Смотрите Как Я Начинаю Сейчас Последнее Особенно Время Я Просыпаюсь Не В 5 Утра Не В 6 Ну В 10 Дома В 10 Я Ложусь Поздно Встаю В 10 Вот Потому Что Я Где-то Вычитал Что Не Все Миллиардеры Мира Встают 6 Утра Вот Некоторые Наоборот Советуют Вставать Там В 10 В 11 12 Дня Если Могут Тебе Позволить На удаленке Например Работу Лучше Рано Утром Кто Рано Стоит Это Это Вот Это Вот Няшечки Вот Такие Я Пишитесь На Камеди Клаб Вот Мне Он Нравится Там Бульдог Орламов С этим Мартиросяном С Тимуром С волей Юморят По крайней мере Первые Минуты Моего Бодрствования В прекрасном Настроении Все Я Зарядился Кофе Попил Начинаю Просматривать Там Вопросы Ответы И так далее В чаток Научитесь Радоваться Всему Вот Ну Хреново Да Ну Погода Говняцкая Ну блин Дождь Этот Моросит Серость Пока Идешь На работу Или Едешь На работу Идти Люди Блин Такими же Лицами Как и у меня Грустными Несчастными Ну постарайтесь Улыбаться Побольше Улыбайтесь Улыбайтесь Это не значит То что Может кто-то подумает Хорошо Вы сидите Тут на острове Плюс Надо понимать Еще по Темпераменту Какой вы Человек Вот я Может быть Даже энергетический Какой-то Вампир Я от выступлений Заряжаюсь С энергией Я вот Ну Если мне дать Там 3 часа Я могу 3 часа Что-нибудь Рассказывать Прям на эмоциях Рассказывать Вроде на эмоциях Рассказывать А я прям Питаюсь Из зала Энергией Мне хорошо Я после выступления Могу еще Тусить Уйти Куда И там Еще что-нибудь Такое А вот Анютка Например Устает От долгих Выступлений У них Ее нет Энергии Она энергию Черпает Утречком В 6 утра Через Книжечки Да Солнце Море Это все очень Просто вот Что вас Втыривает Что вам Доставляет Удовольствие Вот с этого Утро Своё Начинайте Каждое утро Вот я прям Помню Эту фразу Не помню Кто сказал Пошел Зубы чистить В зеркало Привет Президент Вот сами Себе Скажите Это Каждый день Каждый день Вы должны Думать Просто Об Орифлейн Если вы Решили Свою жизнь Связать С этим Бизнесом То 24 часа В сутках Он должен Занимать Ваше Время Даже Если вы Еще Пока Работаете На наемной Работе Пусть Наемная Работа Составляет 8 часов Но она Должна Пролетать Так Незаметно Для вас Допустим Минута Потому что Даже Работая На своей Работе В банке Если у вас В мыслях В дальнейшем Все таки Развивать Этот бизнес И уходить С работы Работая В банке Вы Вы даете Людям Кредиты Вы должны Думать Об Этим Надо Жить Жить Ну Ладно Будем Завершать И то Тебя Не остановить Ты у нас Можешь Долго Говорить До самого Утра Завтра Мы Просто Рано Утром Встаем Едем На слонах Еще Одна Моя Мечта Сбывается Я Поглажу Слона Настоящего Слона Увезу Бедненькая 38 37 лет Все Искусственные Глодила Хочу Поблагодарить Прямо Через Вас Компанию Reflame Которая Нам Дала Второй Шанс На Нашу Совместную Жизнь И Компанию За то Что Мы Можем Сейчас Сидеть Здесь Наслаждаться Общением С вами И Радоваться Жизни И тому Что Мы Изменились Мы Очень Сильно Трансформировались Благодаря Этим Возможностям Это Самое Главное Самый Главный Бонус Компании Конечно Благодарны Очень Своим Всем Наставникам Оле Роберту Шеймаргановым Альбине Ираку Хафизовым Гузель Гелязовой Вере Пентеговой Ильгизов Ахмешину Раде Никитиной Сереге Никитину Конечно Владимиру Полежа Очень Благодарны Тамиле Тамилу Не видели Ни разу Мы Тоже Благодарны На ее Виде Смотрим И Олегу Селиванцу Тоже Благодарны Вот Все Цепочки Наставнические Мы Сказали Огромную Благодарность И Мы Благодарим Конечно Нашу Офигенную Команду Всех Всех Людей Которые К нам Приходят Мы Благодарим Наших Коллег Которые Помогают Обучают Тоже Какую-то Информацию Классную Нам Дают И Тоже Вдохновляют Нас Мы Всех Вас Благодарим Вот Совет Новичкам Друзья Пришел Сюда Должен Четко Осознавать Для чего Ты Пришел Все Должна Быть Цель Все У меня Цель Например Ну Я Пример Говорю Улучшить Свои Например Свои Жилищные Условия Садушки Переехать Трешку Купить Либо Поменять Машину Либо Начать Путешествовать Либо Дома Больше Семьей Сидеть Либо Еще Что-то Либо Не Работать Мы Живем Для Этой Жизни Не Для Того Чтобы Спахивать Постоянно И Работать Нет Все Должны Понять Все Цель Поставить Никого Никогда Не Слушаем Никакой Негатив В вашем Окружении Потому Что 90% Успеха В этом Бизнесе Зависит От Нашего Окружения Если Мы Будем Прислушиваться К друзьям Которые Нам Говорят Не Начиная Этого Это Секта Это Лохотрон У тебя Здесь Ничего Не Получится А Сами Сидят На Жизни Не Добились Не Слушаем Если Не Верятся Да Если Друзья Знакомы Родственники Особенно Мама С Папой Ревут Как У Нас Блин Сынок 37 лет А Мозгов Не Нажил Кроме Кредитов Вот Дайте Хотя Б За Рук Себе 90 Дней Не Делать Никаких Выводов За Первый Месяц Активного Рекрутирования Вы Просто Из Тоненького Там Вот Этого Отросточка Из Земли Которая Появляется Превратись В деревце Которое Прочно Так Более Менее Стоит На Ногах Вас Уже Вот Эти Вот Друзья Знакомые Родственники Уже Не Сдуют С Верного Вашего Пути Через 90 Дней 9 Почему Говорим 90 Дней Потому Что Если Вы Будете Делать Все Так Как Вам Ну Качественно Надо Работать Ребят Если Тупо Шаблон У меня Есть Просто Знакомый Который Полгода Сидел Тут Хер Шаблонов Раскидал У него Ни Одной Регистрация Есть Новички Вон У нас Недавно Пришли Да Уже Пошли Регистрация Она Сама Только Пришла Уже Незнакомых Людей Регистрирует Делать Все Будете Так Как Надо Поверьте Мне 100 Процентов Будет Крутой Результат Мы Начинали В век Ну Вот Онлайн Да Пошел В сетевом Бизнесе Очень Хорошо Раскручиваться Итог Было Не так Много Информации По Онлайн По Рекрутированию Там В сетях Сейчас Просто Переизбыток Всей Информации Обучение Все На Каналах Бесплатное От компании Много Обучения От команд Много Обучения Лидеры Не скрывают Своих Презентаций Своих Методов Рекрутировать Все Это Выкладывается Учитесь 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 Не Ленитесь Чем В пятницу Сходить Бухнуть С друзьями Лучше Посмотрите YouTube Какой Ни Канал Что Интересно Для Себя Вас Сергей Не Остановите Уходя Уходим Спасибо Ребята За пожелания Президента И мы Обязательно Еще Выйдем В эфир Там Уже Будет Более Такие Технические Моменты Мы Историю Рассказали И можно Дальше Продолжать Потому что Два часа Наверное Уже Тяжело Слушать Все Такие Как бы Все Такие Лучше Меньше Да Лучше Все Шлем Вам Энергию Любви Тайский Доквай Привет Скоро Через неделю Мы уже Будем В России Любим Вас Целуем Обнимаем Удачи Пока 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 Так Не забудь Сохранить Завершить Завершить Сохранить Завершить Завершить Мой Более Более Сохранить Сохранить